Это ток-шоу «Грани» на телеканале «Таймкент Бизнес». Я, Каверин Смогулов, здравствуйте. Итак, на этой неделе в центре внимания оказалась в который раз система здравоохранения Казахстана. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, было сообщение о том, что бывшего вице-министра здравоохранения Улжаса Абишева подозревают в растрате более 500 миллионов тенген. Также депутаты озвучили несколько запросов на имя главы правительства, в которых поднимали разные вопросы, в том числе и вопросы выплаты врачам, которые работали с больными, зараженными коронавирусом. Также сообщалось, что один из вице-министров, Людмила Бюробекова, освобождена от должности вице-министра. То есть что-то происходит в этой системе, и хотелось бы понять, что именно и какие вопросы в этой сфере необходимо решать в первую очередь. Надеюсь, в этом мне помогут мои сегодняшние гости. Позвольте их представить. Итак, на прямой связи с нашей студией находятся в данный момент кандидат медицинских наук, общественный деятель Каиргали Канеев и генеральный директор медицинского центра Сункар Хуаныш Керемкулов. Также, я надеюсь, к нашему разговору чуть позже присоединится официальный представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан Багдад Хожа Ахметов. Но пока начнем без него. Господин Керемкулов, вот первый вопрос хотелось бы задать вам. После того, как стало известно о задержании бывшего вице-министра Олжаса Абишева, вы выложили в Ютубе выступление, в котором, по сути, призывали руководство Минздрава к отставке. Почему? Здесь много причин. Дело в том, что произошло с Абишевым, это известно всем. Известно всем. Они зарабатывали здесь касательно программы Данумир. Всем было известно, что на рынке медицинских услуг существуют более дешевые, более эффективные медицинские программы. И были, и есть, и были бесплатные медицинские информационные системы. Если государственный чиновник тратит деньги, то, что находится на рынке бесплатно, разве это честно? Разве это недоказанный факт коррупции? Разве это недоказанный факт воровства? Я несколько раз писал письма Минздрав и при прежнем, и прежде прежнем КГЦЭК, и при солидат за Кенни, и писал письма и при Бертанове о том, что мы готовы распространить медицинские информационные системы в Казахстане бесплатно с открытым кодом. Потому что в конечном итоге это нужно для всех. А какой был ответ? Пришел представитель Минздрава и начал спрашивать, ребят, ну вы отдадите нам систему, с чего вы будете зарабатывать? Нас это интересует. Я говорю, а почему вы решили, что мы будем с этого зарабатывать? И понятно, что у них философия другая, и они считают, что предприниматель должен зарабатывать со всего. Но, к сожалению, не со всего предприниматели зарабатывают, хотя через эту информационную систему мы готовили нормальную, фундаментальную основу для развития нашего будущего. Понятно, что Минздрав, он похлопал глазами и ушел. Видимо, видите, скрывать нечего. Эти ребята же простые. Они говорят, если я с твоей программой 3 копейки не имею, ну с какого черта я должен тебе помогать? Я понимаю. Честно говоря, у меня в голове... Вы поняли. То есть Абишева не просто так взяли. Абишева взяли чисто из-за того, что все понимали, что вот эти 17 миллионов долларов, которые они отмывали, это было что-то нечто. Знаете, что офера век. Да. Что ж, господин Конянов. Это было официально, потому что эта запись будет слышать весь стран. И это случившийся... Хорошо. Что ж, господин Конянов, в одном из своих интервью вы говорили о том, что коронавирус лишь обнажил все те недостатки, от которых система здравоохранения, и не только она, страдает долгие годы. Это я в данном случае просто процитировал, я взял, скопировал, вставил себе и зачитал. Почему именно, так сказать, почему вы сформулировали так? Ну, на самом деле, коронавирусная инфекция показала, что министерство здравоохранения, оно не может отвечать требованиям времени. То есть она абсолютно неповоротливая, она совершенно не может, ну, не мобильная, да, она не может изменить, измениться достаточно быстро, как требует время. И в самой системе здравоохранения сама коронавирусная инфекция показала, что нету академизма, да, то есть нету научного потенциала в самой системе здравоохранения. То есть то, что многие страны прогнозировали, там, рост к определенному времени, там, какое-то количество прогнозов строили. С самого начала по развитию коронавирусной инфекции, да, статистические, прогнозические моменты были совершенно индивидуальными. Например, в свое время Бернар, он сказал, что заболеет всего лишь 3,5 тысячи человек, да, 6,5 тысячи человек, и к этому и попалась вся система. А в итоге оказалось в сотни раз больше. Естественно, всякие моменты, да, показывают о том, что сама система здравоохранения совершенно не готова к вызовам времени. Сама система здравоохранения, она показала, что заинтересована в потребности пациента, не заинтересована в качестве и доступности Министерства здравоохранения Республики Казахстан Багдата Кужахметова. Он в данный момент с нами на прямой связи. Вы только что, я надеюсь, слышали мнение господина Канеева. И до него у нас в эфире выступал господин Керемкулов, который, в принципе, говорил о том, что вся история с бывшим вице-министром Олжасом Абишевым, она, так сказать, наталкивает на то, что, на мысль о том, что, возможно, руководству Министерства здравоохранения стоит подать в отставку и, так сказать, взять на себя эту ответственность. Господин Кужахметов, как вы думаете, мы можем говорить о системном кризисе в системе здравоохранения? Есть проблемы, конечно, и правы коллеги, которые сегодня участвуют в вашей программе, в том, что коронавирус, он обнажил очень много системных проблем не только в здравоохранении, но и вообще в целом и в обществе, и в бизнесе, и в государстве. И Минздрав в данной ситуации, наверное, не исключение, но так как беда пришла именно по профессиональной, специфичной деятельности системы здравоохранения, пришел коронавирус, естественно, весь удар пришелся именно по системе здравоохранения. Я, наверное, в данной ситуации не стал бы говорить, что там именно в Казахстане такая ситуация. Посмотрите, хваленая Европа или многие другие разные страны, там ситуация с количеством больных, или там с возможностью развертывания оперативного всей системы, она тоже оказалась на грани, и даже, может быть, даже хуже, чем у нас. И что касается вопроса, связанного с вице-министром, по поводу которого возбудили уголовное дело, там есть закон. Согласно закону, если бы он работал под руководством первого руководителя более трех месяцев, то в этом случае, конечно же, вступило бы действие правила, согласно которому первый руководитель подал вас ставку. А здесь это был случай другой. То есть он работал там больше двух месяцев и был еще с прошлого, с прошлой команды, скажем так. Сейчас система здравоохранения с учетом опыта, очень горького опыта, июня-июля этого года, полностью готова ко второй волне. Мы об этом неоднократно говорили, и сейчас эта работа продолжается. В случае необходимости есть возможность развернуть до 71 тысяч коек, из которых 51 тысяча, это провизорных центров и инфекционных больниц. Идет полное снабжение лекарственными препаратами, как поликлиник для амбулаторного и удаленного лечения, так и стационаров. Хорошо, что ж, я понимаю. Господин Канеев, если я не ошибаюсь, в одном из интервью, вот сейчас только что прозвучало слово «команда» в словах господина Кужахметова, если я не ошибаюсь, в одном из своих интервью... Одну минутку, я хотел бы все-таки задать вопрос. В одном из своих интервью вы говорили о том, что когда-то, так сказать, происходят в системе здравоохранения некие смены в руководстве, неважно там на каком звене, то зачастую, так сказать, происходит и смена команды. Это единичные случаи или, на ваш взгляд, это, ну, скажем так, какие-то больше относятся к правилу? Ну, это правило уже установилось на протяжении 30 лет нашей независимости. Раньше, ну, самое сменяемое министерство – это наше министерство здравоохранения. Ни одно ведомство в Казахстане так быстро, руководители ведомства не менялись, как в министерстве здравоохранения. Ну, раньше как было? Раньше вплоть до техничек меняли, да, там, когда министр приходил новый, там, всех сменяли. Если вы помните, лет 10 или 15 назад даже лидер нации выступил с критикой этой тенденции. Он говорил, что что это такое? Назначается министр, и он всех меняет там, да, и это неправильно. Все мы – одна команда, все казахстанцы – одна команда. Но, тем не менее, эта тенденция – это как национальные особенности внутренней политики Казахстана. И эта политика, она, естественно, губительная, да, то есть она не должна быть. То есть, в принципе, меритократия, она должна, должны внедряться эти принципы. Но, к большому сожалению, такие внедрения, они у нас в Казахстане проходят очень медленно и очень болезненно даже проходит, да. Но, тем не менее, то, что вот вы про министра Цой сказали, да, что то, что, в принципе, вот, допустим, Бертанов, то, что до него делал. Бертанов, например, он даже отдельную должность вице-министра же придумал, да, который будет отвечать за фармацевтическую деятельность. Такого в истории Министерства здравоохранения Казахстана не было никогда, да, чтобы отдельный вице-министр отвечал за фармацевтическую деятельность. То есть, Людмила Биробекова 7 месяцев назад ее поставили, чтобы она отвечала только за фармацевтическую деятельность. Такого количества вице-министров при Бертанове тоже такого не было, да. Посмотрите, как, например, он вплоть до начальников территориальных подразделений менял, да, не то, что там своих вице-министров, вот. То, что вот сейчас обсуждается в обществе, что вот, пришел новый министр, новая метла метет по-своему, я думаю, здесь есть некоторые элементы манипулирования. Почему? Потому что, естественно, те чиновники медицинские, они не справились с возложенной на них надеждами, как главы государства и надеждами народа не справились. Естественно, они дальше сидеть не могут. Их надо менять, да, их надо сменять, естественно, да. То есть тут говорить о том, что вот прежнюю команду Министерства здравоохранения выбирает, новую команду свою создает. Я думаю, что если бы ближние вице-министры, они были бы именно, выполняли бы как государственные служащие свои полномочия ответственно, я его просто бы даже и не знал. Понимаю, хорошо. Господин Кужахметов, вы еще с нами? Господин Кужахметов, да, здравствуйте еще раз. Хорошо. Вот когда мы говорим о том, что, так сказать, в Министерстве здравоохранения будут происходить некие структурные преобразования, да, и вот мы на этой неделе слышали о том, что госпожа Бюробекова, так сказать, покинула пост вице-министра, вы думаете, что нынешнее время, вот, так сказать, период пандемии, это, так сказать, лучший период для того, чтобы проводить вообще какие-либо структурные изменения в Министерстве и так далее. Ну, как говорится, коней на переправе, так сказать, менять стоит ли? Структурные изменения, они не вносят такой, как вы думаете, глобальный характер. Всего лишь навсего речь идет об усилении по-старому, комитета санитарно-филомедической службы, которая сейчас называется ККБТУ. Сейчас вы знаете, что фармация, она вместе в одном большом комитете, и сегодня мы все поняли, что эпидемиологам, санитарным врачам нужно дать больше возможностей, больше статус развития. Что касается увольнения Бюробекова, это не связано никак с структурными изменениями, и она по собственному желанию в связи со сменой работы перешла, покинула Минздрав. Хорошо, не буду касаться в данном случае, так сказать, фигуры бывшего лицеминистра. Ну, что касается изменений, то есть вы имеете в виду, что все это, так сказать, делается просто-напросто для увеличения эффективности работы, так сказать, внутри Минздрава. Я вас правильно понял? Я не расслышал вопрос. То есть вы имеете в виду, что структурные эти изменения просто-напросто предназначены для того, чтобы увеличить эффективность работы внутри Минздрава, так или нет? Исключительно, да. Исключительно. Хорошо. Что ж, господин Керемкулов, вот, так сказать, к вопросу об эффективности. Однажды вы выступали с критикой проекта по экстренному строительству новой инфекционной больницы, и тогда вы, кстати, сказали, что это неэффективная трата денег. Это вот, так сказать, к вопросу о нашем сейчас обсуждении эффективности. Как вы думаете, в целом, так сказать, если говорить об эффективности системы Минздрава, так сказать, какую оценку вы бы поставили? Ну, эффективность Минздрава касательно чего? Ну, например, борьбы с пандемией, в первую очередь, с коронавирусом. Ну, во-первых, Минздрав сделал очень грубую ошибку. Минздрав является исполнителем, органом правительства, и они не должны были тратить на эту пандемию ни одну копейку. Вы должны это понимать. Деньги на пандемию должен был потратить ФОМС. ФОМС является организацией, которая занимается медицинским страхованием. Любое страхование основано на принципах перестрахования. Ни одна страховая компания не может гарантировать, что она может выполнить обязательства перед своими страховщиками. Поэтому они все свои риски перестраховывают. И приблизительно от 7 до 10% своего дохода направляют в эти фонды. Фонд обязательного медицинского страхования должны были сделать то же самое. То есть, такие фонды есть и в стране, и за рубежом. И вот те деньги, которые были потрачены на пандемию, они должны были взять оттуда. То есть, речь идет где-то приблизительно о 1 триллионе тенге. При обороте, скажем, ежегодном обороте больше 400-500 миллиардов тенге, это сущие копейки. Но, видимо, фонд из-за отсутствия профессионализма, отсутствия эффективности, они, видимо, эти деньги немножко как бы неправильным руссом повели. Точнее, немножко из-за того, что, точнее говоря, там не было нормального корпоративного управления, о котором я уже еще раз повторяюсь. И где было место для парашютистов, вообще фонд, эскафе, национальный центр, там, ну, все эти университеты, это место для бывших парашютистов с Минздрава, мы их так называем, которые там ничего не добились и здесь ничего не добьются. Естественно, они никогда не захотят вводить надлежащую практику корпоративного управления. Если бы там был бы совет директоров, если бы они были нормальные, независимые директора, они бы обратились бы к международному опыту и сказали бы, ребята, завтра может возникнуть любая эпидемия, любые землетрясения, много что возникнет. Поэтому мы свои риски должны застраховать. И вот они этого не сделали. Я считаю, что это преступным делом. Министр ЦОИ приходит к управлению, проходит уже 90 дней, и что мы видим? Ничего об этом ни слова не сказано. Ничего против ФОМСа не сделано. ФОМСом управляют те же прежние парни, которые... Ну, кто там сидит? Там сидят в основном люди, которые в жизни ничего не добились. Вообще медицинскими такими организациями... У ФОМСа вообще другие функции. И такие организации должны управлять люди, которые имеют определенный опыт и определенные достижения. ФОМС не должен участвовать в рынке медицинских услуг. Он должен был деньги размещать в медицинские страховые компании, а те уже должны были работать с населением и работать с медицинскими организациями. Тогда наше население было больше защищено. Тогда бы наши услуги были бы более доступными и более качественными. Понимания нету. Понятно? О какой может быть речи? Даже представитель Минздрава, скорее всего, подтвердит, что до сих пор мы не видим стратегию, куда будет двигаться наш Минздрав. 90 дней, и мы не знаем стратегию Минздрава. А давайте спросим, господин Кожахметов, вот сейчас прозвучал от господина Керемкулова простой вопрос. Есть ли у Минздрава стратегия, в каком направлении двигаться и как развиваться? В том числе и что касательно ФОМСа. Мы вас не слышим. Еще раз, микрофон включите, пожалуйста. А, вот, спасибо. Очень хороший вопрос. У любого госоргана, у любой компании вообще, и человека, который мечтает даже из чего-то добиться, должна быть стратегия. У Министерства здравоохранения стратегия находится сейчас в разработке. Вот я сам пришел сюда полтора месяца назад, и что я увидел? Я увидел, что ребята в круглосуточном режиме тушили пожар. Ну, вы и сами это, наверное, видели. Многие из руководителей находились в состоянии, когда они не думали над решением своих прямых профессиональных обязанностей, а больше думали, как объяснить обществу или журналистам, какая сейчас ситуация и так далее. То есть было сплошное тушение пожара. И вот буквально, наверное, последние несколько дней министру удается выделить время на то, чтобы наконец-то разработать и представить стратегию. Я думаю, что буквально в ближайший месяц вы увидите те предложения, которые будут разработаны. Очень надеюсь, что так и произойдет. Да, потому что критическая ситуация с пандемией, она вот только-только начала пробилизироваться. Понимаю, да. Надеюсь, что действительно мы в ближайшее время увидим эту самую стратегию. Я хотел бы прокомментировать слова представителя Минздрава. Слушай. Так вот, смотри, почему нету? Я недавно спрашивал у некоторых представителей Общественного Совета Минздрава. Готовится ли у вас стратегический? Они говорят, вообще помене нет. Стратегический план любой организации готовит управленческий орган. Управленческим органом Минздрава является Общественный Совет. Общественный Совет об этом даже не знает. Вы должны понимать, что исполнительный орган ни в одной организации стратегию не готовит. Давайте я вас не перебивал дальше. И вот смотрите, вот это отсутствие надлежащей практики корпоративного управления, оно перевело к тем же... То есть они наступают на те же грабли, они работают в команде. Кто и приходит, он что делает? Он набирает всех своих бывших подчиненных. Бертанов пришел, он набирает всех своих бывших подчиненных. Тогда Закена пришла, набирает всех бывших подчиненных. Вы когда начнете делать свои нормальные конкурсы на занимаемую должность, когда мы увидим ТПА на каждую должность, на каждый департамент, когда в Минздраве в конце концов выйдет нормальное корпоративное управление. Да, кстати, вот по этому поводу хотелось бы, господин Канеев, еще у вас поинтересоваться. Однажды вы сказали, что, говоря о Минздраве, что даже научные центры стали возглавлять люди, далекие от науки и медицины. На руководящие должности приходили люди из бизнеса. Так сказать, говоря об этом, вы имели в виду, что это повсеместно в системе здравоохранения происходит? Да, к большому сожалению, это имело место. Но перед тем, как ответить на ваш вопрос, я бы хотел тоже пару своих, что называется, пару копеек ставить по стратегическому планированию. Если вспомнить бюджетный кодекс, в бюджетном кодексе прописано, что стратегическое планирование государственных органов, центральных государственных органов, он проводит раз в три года. Вот и все, пожалуйста. То есть, если вот новая команда Министерства здравоохранения пришла буквально три месяца назад, она не должна там менять всю стратегию прям с момента прихода на должность. Сейчас решаются такие оперативные задачи, и оперативные задачи они должны решиться. В этом вопросе я с господином представителем Министерства здравоохранения полностью согласен. Сейчас стране нужно все внимание уделить на тушение пожара. В этом вопросе он совершенно четко и правильно высказался. Понимаем, понимаем. А дальше, дальше, стратегические планы, стратегические планы, это уже дальше надо выстраивать. Обязательно, когда будут готовиться стратегические планы, нужно теперь уже с участием общественницы скучаться. Это обязательно. Наше общество уже не то, которое было даже не то, что пять лет назад. Наше общество не то, которое было там год назад. Наше общество уже не то, которое было полгода назад. За эти полгода наше общество в развитии своего достигло колоссальных успехов. В консолидации, в толерантности консолидации и в своем политическом мировоззрении. Поэтому на все эти участки, которые в дальнейшем будет Министерство здравоохранения проводить, обязательно нужно общественное участие. Это обязательно. И мы, если нас не будут включать, то мы, в принципе, разрешения просить не будем. Мы сами будем включаться. Понимаю. Если Министерство против этого, мы будем, соответственно, против этого министра. Если у вас в дверь, то вы в окно. Согласен. Отлично. Уважаемые гости, уважаемые спикеры, увы, время программы подходит к концу. Разговор получился не самый легкий, но зато честный и откровенный. Напоследок, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас буквально по минуте-полторы сформулировал ваше видение с практической точки зрения. Все-таки, что необходимо делать для того, чтобы преодолеть ту ситуацию, которая у нас сложилась. Да, господин Кожахметов, я помню, вы говорили о том, что у нас стабилизируется обстановка и так далее. Но, насколько я вижу, необходимо решать не только сиюминутные, но и стратегические вопросы. Поэтому ваши советы, ваши рекомендации, ваши желания, чем необходимо заниматься в первую очередь? Господин Канеев, давайте начнем с вас. Да, совершенно верно. В первую очередь, на самом деле, Министерство здравоохранения должна стать компактной. Министерство здравоохранения не должна быть такой громоздкой. Все эти функции, которые Министерство здравоохранения несет на себе, можно большинство функций отдать и в конкурентную среду тоже. Мы об этом много раз говорим и, в частности, еще раз поднимаем этот вопрос. Опять-таки, вот этот антинародный кодекс, по которому прежнее Министерство здравоохранения просто-напросто не хотело прислушиваться к мнению. Но нынешний руководство, слава богу, есть вроде как кое-какое понимание, кое-какое стремление двигаться вместе в этом направлении. Если мы этот кодекс менять не будем так, как хочет народ, то политическая жизнь нынешнего Министерства здравоохранения будет не такой долговечной. Понимаю. Я в этом, и само Министерство здравоохранения понимает это. Что ж, господин Кожахметов, ваше, так сказать, видение, тем более, что в вашем случае, так сказать, достаточно уникальная ситуация, вы вроде как из человека со стороны, с другой стороны сейчас работаете внутри системами здравоохранения. Ну, я считаю, что в первую очередь надо решать, как мы видим, системные проблемы в нашем государстве, среди которых это повышение статуса медицинских работников. Вы посмотрите, что случилось в июне, в июле. Когда система начала захлебываться из-за слишком большого попока количества больных коронавирусом, крайними стали кто? Наши медсестры, санитары и врачи. Хотя они в этом не были виноваты. Сегодня любой человек, я бы сказал, даже нехорошие люди, невоспитанные, бескультурные, могут себе позволить в социальных сетях оскорбить любого медицинского работника абсолютно безнаказанно. Доходило до того, что физическое насилие было по отношению к медикам. Я считаю, что это крайне несправедливо. Плюс посмотрите, какой уровень зарплаты и социальных условий медработников. Что вы хотите от медицины, где сами медики ведут нищенский образ жизни? Сначала нужно повысить социальный статус медиков. Это в первую очередь. А каким будет министерство само? Компактным? Некомпактным? Это уже какой-то там десятый вопрос. Я считаю, именно вот такой должен быть подход. Что ж, с этим не поспоришь абсолютно все, я думаю, за повышение социального статуса медицинских работников. Господин Керемкулов, я вам задал первый вопрос в нашей беседе. Соответственно, надеюсь, вы поставите жирную точку в этой непростой дискуссии. Честно говоря, когда говорят, что в нашей стране врачи получают малую зарплату или там есть сестры, я вам честно говорю, здесь есть определенная доля лукавства. Когда я прихожу в госсектор и говорю врачу, который имеет 5 лет опыта, пойдем ко мне работать, у тебя первоначальная зарплата будет ориентироваться в 500-600 тысяч тенге, он обычно воротит нос. Я вам сразу скажу. Поэтому, когда говорят врачи, что врачи зарабатывают в Казахстане мало, это вранье. Если мы переведем материализацию, сделаем ту зарплату, которую реально мои, даже вот мои сумкаровские врачи зарабатывают с немецкими, большому удивлению окажется, что мои врачи зарабатывают, если не на уровне, то выше. Это раз. И самое главное, у нас дефицит врачей. Почему к нам не приходят работать? Причина очень проста. Коррупция. Наши врачи, наши медсестры, санитарки, они все находятся в этой системе, пирамидной системе коррупции, которая была создана на протяжении 30 лет. Единственная борьба против этой коррупции, это ведение лучших правил корпоративного управления. А лучшие правила корпоративного управления сводятся к тому, что исполнительную власть должен назначать акционер. Акционером у нас является народ, представителем акционера являются мажористмены. Мажористмены очень плохо участвуют в работе системы здравоохранения. Весь общественный совет Минздрава должен был забить этими мажористменами. Они должны были принимать стратегический план и наблюдать, как работают через свои комитеты. Исполнительный орган, как Минздрав. Соглашусь с Кайргали в том, что Минздрав должен быть компактный, все нужно отдать в конкурентную среду. Соглашусь с тем, что ФОМС, как организация, должна выполнять другую функцию. Она должна распределять деньги пациентов, деньги должны идти за пациентами. Пациент сам должен выбрать ту клинику, которую он считает нужным. А СКФ это вообще нужно закрывать, если, извините, определены тарифы на все виды услуг, какого черта они обязаны там покупать лекарства. Сейчас в конкурентной среде лекарства дешевле, чем СКФ. Это доказанный факт. И с этим никто спорить не будет. Поэтому мы сейчас делаем с большой коррупцией. Я еще раз вам говорю. Нам нужно нормальное корпоративное управление во всех медицинских организациях. И в облздравах, и в госздравах, в государственных организациях. Пока не придет корпоративное управление. Пока наш народ не поймет ценность корпоративного управления. И не поймет, что качество и доступность медицинских услуг это только рынок. А рынок может развивать только этически правильные независимые директора в корпуправлении. Спасибо. Хорошо. Что ж, от себя добавлю, что, ну, насколько, так сказать, видно даже невооруженным взглядом, вопросов и, так сказать, задач, которые необходимо решать. Причем решать очень быстро и эффективно в системе здравоохранения немало. И я думаю, что для решения этих задач очень важный вопрос. Это как раз таки открытость. Я очень благодарен господину Кожахметову за то, что все-таки смог принять участие в этой беседе. Но очень хотелось бы, чтобы в подобных дискуссиях принимали участие и, собственно, руководители Минздрава. Хотя бы на уровне вице-министра. Ну, так сказать, в идеале желательно бы, чтобы в таких ток-шоу принимал участие и министр здравоохранения. Понятно, что у нас здесь не алматинское кафе, увы, но, так сказать, тоже можем, если что, чаю налить. Огромное спасибо, уважаемые эксперты, за то, что приняли участие в нашей беседе и ответили на все вопросы. Я хотел бы вам, коллеги, вам сказать, по поводу вашей риторики относительно... Вы хотели бы высказать сарказм, я так понял, по поводу встречи министра с блогерами. Вы знаете, что первое эксклюзивное интервью министр Цой дал вашему каналу, Атамикену. Я думаю, что вам не к лету высказываться таким образом. Спасибо за понимание. Спасибо за замечание. Что ж, и так это было ток-шоу «Грани». Увидимся в следующем выпуске на телеканале Атамикен Бизнес. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok